Для жителей деревни Стрига сегодня важный день. В порядке живой очереди сельчан принимают сразу несколько врачей-специалистов, причем в непосредственной близости от дома. Так выглядит стартовавшая по всей России акция «Добро в село». До 1 ноября профильные врачи совершают выезды в малонаселенные пункты, а помогают им волонтеры и медработники. Студент Великоустевского медицинского колледжа Максим Шубарин отмечает, что ребята с большим воодушевлением подключились к реализации проекта «Добро в село». Для будущих врачей это бесценный опыт, замечательная возможность отработать полученные знания на практике под контролем профессионалов, быть полезным для жителей района, внести свою лепту в повышение доступности медицинской помощи на селе. Так как я выбор профессии медика, я именно поэтому сюда приехал, чтобы проконсультировать людей, помочь, дать какие-то советы, рекомендации по правильному питанию. «Они очень молодцы. У нас волонтерский отряд «Милосердие» откликнулись сразу. У них разработаны различные мероприятия со школьниками. Когда мы этот план разрабатывали, то они предложили провести интерактивные занятия в сельских школах, как раз в тех поселениях, где эти фельдшерские пункты выбраны. И различные мероприятия информационного плана с населением, различных категорий населения, различного возраста. «Добро в село» – не разовая акция АПЛ на масштабный проект, затрагивающий все 85 субъектов страны, более тысячи медицинских пунктов и десятки, если не сотни тысяч сельских жителей. Главная цель акции «Добро в село» – оказать помощь ФАПам. Кроме волонтеров-медиков, вот в этой компании, в нашем районе откликнулся один из руководителей для того, чтобы оказать на добровольных условиях такую помощь, как изготовление вывесок для фельдшерских пунктов, потому что оказалось, что их вообще нет. Поэтому мы очень признательны всем волонтерам, молодежи, взрослым, которые откликнулись на эту акцию «Добро в село». Кроме того, представители молодежного парламента изъявили желание оказать услуги по благоустройству территории в новом фельдшерско-акушерском пункте на территории юдинского поселения. Юдинский ФАП – один из четырех медицинских учреждений района, куда прибыли специалисты Центра здоровья вместе с волонтерами. Николай Делягин один из первых пришел на обследование. «Делаю это для себя, для своего здоровья», – говорит Николай Александрович. «Повышенное давление», – резюмировали медики. В целом же, итогами обследования мужчина доволен. Правда, уточняют, что почаще бы специалисты выезжали в село все вместе или разово. Это упростит жизнь местному населению, в частности, людям преклонного возраста. «Конечно, хорошо. Все-таки нужные мероприятия? Да, нужные. Нужно в дальнейшем проводить?» «Конечно, нужно. Да. Это для самого себя хорошо. Ты будешь знать, как твои состояния, здоровье, как». На проект выделили свыше миллиарда рублей. Помимо медицинского осмотра, специалисты проводят различные лекции. Неоценимую помощь в проведении акции оказывают волонтеры и представители общественных организаций. В рамках программы «Добро в село» Юдинский ФАП посетили представители общественной организации. Общественникам рассказали о специфике работы медицинского учреждения, после чего мальчишки и девчонки приступили к благоустройству территории вокруг Юдинского ФАПа. Сегодня Юдинский ФАП – один из лучших не только в районе, но и в области. Новое здание, современное оборудование, просторные кабинеты для взрослого и детского приема, причем отдельно друг от друга, говорят медики. Раньше об этом можно было только мечтать. Это как бы просто вообще небо и земля. Тут старый ФАП – это была старая деревянная избушка, можно сказать, такая, да, то есть очень старое здание, покосившееся, там было печное отопление, то есть там ни воды, ничего у нас не было. Было очень холодно, очень холодно, то есть там на полу была буквально температура, наверное, близко к нулю уже зимой, то есть зимний период, как бы все. Вот, а здесь уже у нас новое современное здание, как бы с отдельными кабинетами, отдельный детский кабинет, отдельный кабинет для взрослых пациентов, отдельный прививочный, процедурный кабинет, то есть как бы вот холл просторный такой, то есть, конечно, как бы, понятно, что теплое самое главное для нас, что это теплое здание. То есть не нужно там воду носить, печки топить, то есть вот эти проблемы у нас уже, как бы с нас они сняты, эти проблемы получаются все. Строительство нового ФАПа на Стриге ждали долго, отчего греха таить. Старое здание последние годы находилось в плачевном состоянии. Покосившиеся полы, протекающая крыша, полусгнившие деревянные конструкции и постоянный холод. С вводом в эксплуатацию нового ФАПа доступность медицинских услуг возросла многократно, как и условия, в которых ведут прием доктора на селе. Здесь у нас идет прирост населения. И прирост именно детей много и все. То есть вот эти вот застройки новые, деревни расстраиваются, Стрига строится, Коробейниково, Журавлево, Сотниково, все эти деревни там строятся, приезжает молодое население. Потому что здесь эти деревни не умирают. И здесь, конечно, нужна получается медицинская помощь. И это очень хорошо, что здесь, получается, построили новое здание. И все, и пациенты очень довольны, конечно, и мы тоже довольны. Условия этой работы у нас не сравнить с тем, что было. Новенькое здание ФАПа должно было прийти на смену старого, пережившего три наводнения. Объект планировали сдать к августу 2017 года. Строители никак не укладывались в срок, раз за разом срывая сдачу здания. По словам районных властей, связано это было с нестабильной финансовой ситуацией подрядной организации. Пока подрядчик решал проблемы, врачи продолжали принимать пациентов в аварийном здании, где в любой момент мог провалиться пол или съехать печь, отапливающее медицинское учреждение. Люди в белых халатах все это время оставались невозмутимыми и продолжали выполнять свою работу. В немысленных спартанских условиях. В пик заболеваемости, когда много простудных заболеваний всего, то естественно народу бывает очень много, особенно с детьми много идут, то есть там по 30 с лишним человек в день бывает. Летом, когда не сезон, то есть поменьше народу, то есть по-разному, то все зависит от сезона. Вот так у нас обычно прием, с утра начинается прием, прием у нас 4 часа идет, вот мы принимаем пациентов, в это время нам тоже поступают звонки, мы принимаем вызова. То есть после часа мы потом уже выезжаем на вызова, обслуживание вызовов и на патронаже к детям после часа выезжаем, то есть обслуживаем. Мне кажется, да, что я и Светлана Анатольевна, да, вторая, которая у меня фельдшер, она сейчас пока временно не работает, мы стараемся как бы с душой к людям относиться, то есть это мы как бы всегда всех и выслушаем и все, то есть вот не знаю, как бы вроде как, в всяком случае мы стараемся, уж как получается там, я не знаю, вот, но стараемся как бы к людям, побеседуем всегда и выслушаем, чем можем, тем поможем. Работа на селе отличается от работы в городских условиях. Врачам в сельской местности приходится брать на себя большую ответственность, выезжать на вызовы днем и ночью, невзирая на погоду и семейные обстоятельства. Работая на селе, специалист получает бесценный опыт, возможно, поэтому некоторые молодые врачи и фельдшеры выбирают началом своего пути именно сельские ФАПы, где все навыки получаешь намного быстрее. Когда-нибудь история с переездом в новый ФАП должна была закончиться, и вот уже в марте этого, 2018 года, врачи обрели новое здание медицинского учреждения. Благодаря программе «Устойчивое развитие сельских территорий» удалось возвести новое, отвечающее всем требованиям здания, фельдшеры которого обслуживают 7 населенных пунктов, численностью более 900 человек, 216 из которых дети, в том числе и груднички. Программа выходит при содействии Управления информационной политики Вологодской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова